В Твери стартовал муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель года». Дюжина педагогов начала борьбу за право выступить на областном уровне. Наша съемочная группа побывала на церемонии открытия, которая традиционно прошла во Дворце детей и молодежи. Карина Куликова работает учителем русского языка и литературы относительно недавно. В профессию она пришла 7 лет назад. Теперь вот решилась принять участие в конкурсе. Со своей презентации именно ей выпало начинать, поэтому немного волнуется, но о своем решении не жалеет. Это я себе решила квест подарить. Ну вот мне захотелось попробовать, вот даже тут не столько какая-то победа, а вот именно эта атмосфера, вот ее вот очень захотелось попробовать, ну я же говорю, квест. А вот Екатерина Христенко уже стояла на этой сцене в качестве участника, причем весьма успешно. В прошлом году она выиграла сначала городской этап, а затем и областной, и в итоге представляла Верхней Волжи на федеральном уровне. Но сегодня она, что называется, по другую сторону баррикад. Теперь она член жюри конкурса. Со стороны жюри я еще никогда не смотрела на своих коллег, тем более многих коллег я, если не знаю, но много о них слышала, и вряд ли я могу сказать, что я чем-то выше их, да, и как бы, что я действительно могу их судить. Но я буду стараться быть максимально объективной. Всего в муниципальном этапе участвуют 12 педагогов. Состязание проходит в два раунда и состоит из заочного и трехочных туров. Впервые в заочный включено новое конкурсное испытание – медиавизитка. В его рамках участники записывали видеоролик, в котором представляли свои профессиональные достижения. Четверка сильнейших примет участие в заключительном испытании – пресс-конференции «Вопрос учителю года». Им предстоит пообщаться с представителем прессы, коллегами и родителями школьников, а также участниками прошлых лет из других регионов. В городадминистрации уверены, что для всех конкурсантов это большой плюс. Здесь учителю нужно продемонстрировать и современные методики. Ему нужно показать свою волю к победе. Ему нужно показать свое мастерство общения с детьми, с коллегами. И не случайно у нас есть много случаев, когда будущие директора школы или заведующие детскими садами становятся те, кто прошел через этот конкурс. Мы его считаем определенной школой, университетом. Имя победителя станет известно 25 марта. Он и три призера будут представлять Тверь на региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России-2022». Ну а в случае успеха и там, кто-то из этой дюжины сможет пойти по стопам Екатерины Христенко и попытать счастья на федеральном уровне.